Если не было Доброе утро! Сегодня мы вместе с вами встречаем новое утро на телеканале Катунь 24. С вами в студии Сергей Рассахань и Татьяна Данильченко. Доброе новое утро! Сегодня понедельник, 18 октября. Начало нового дня, начало новой недели. Да, и чтобы задать курс на успешную, продуктивную неделю, утро понедельника мы начинаем только с приятных новостей. Таня, вот мне хочется у тебя спросить, ты сегодня какая-то особенно счастливая, улыбаешься, а в чем же причина такой радости? Сереж, я не могу не улыбаться, потому что сегодня всемирный день женского счастья. Женское счастье это что-то эфемерное и нам, мужчинам, иногда очень сложно понять, в чем же оно заключается, женское счастье. Мне кажется, все просто, все на поверхности. Как там в песне? Женское счастье был бы милый рядом. И ты хочешь сказать, что больше ничего не надо? Нет, ну почему же? Бонусом к милому. Можно кофе в постель, букет ромашек и капельку нежности. Капельку. Нежности много не бывает. Таня, а что для тебя значит нежность? Нежность это прикосновение, ласковый взгляд, это тепло, которое есть в каждом. Я с тобой полностью согласен и предлагаю всем мужчинам в день женского счастья быть немного нежнее к своим матерям, женам и дочерям. А теперь давайте узнаем, что о нежности думают наши юные эксперты. Смотрим. Смотрим. Нежность. У брата. Мама тебя успокаивает, и она тебя успокаивает, и ты перестаешь плакать, и тебе все становится лучше, лучше и лучше. Это когда к тебе хорошо обращаются. Нежность это когда человека любят. Нежность это когда милый. А нежность это когда что-то приятное такое. Ну, это когда руки нежные такие, мягкие. Это нежно. Виртуальный концертный зал появился в Алейской детской школе искусств. Для него закуплено мультимедийное оборудование и проведен высокоскоростной интернет. Стоимость работ 1 миллион рублей по нацпроекту «Культура». Теперь учащиеся школы могут из Алейска смотреть концерты музыкантов на другом конце страны. При этом качество изображения и звука будет такое, будто дети находятся прямо в зрительном зале. Перепись населения началась в России. Переписчики будут ходить по домам жителей страны до 14 ноября. Они соберут информацию о численности населения и условиях жизни граждан. У переписчика при себе специальное удостоверение, шарф, жилет, сумка с символикой события и планшет. Также в этом году можно стать участником переписи онлайн на сайте госуслуги. 600 деревьев и кустарников высадят в Барнаульском поселке Южный. Для их размещения выбрана зеленая зона от улицы Герцена 6 до Куйбышева и улицы Куйбышева до улицы Белинского. Там уже установлены опоры освещения, 50 скамеек и декоративные композиции из камней по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общая стоимость благоустройства аллеи около 100 миллионов рублей. Хорошими новостями поделились жители и гости краевой столицы. Сейчас я устроился в одной из лучших кофейного города, мечтал работать баристом. И вот эта мечта осуществилась. Я работаю здесь, радую людей, готовлю вкусный кофе. Поступила в хороший вуз, у меня появилась очень хорошая компания. И новый город – это всегда новые эмоции. Редактор субтитров А.Семкин И мы вновь говорим вам новое доброе утро. Доброе утро, друзья! Уже пора просыпаться, ведь мы встречаем новое утро на канале Катунь24. И с вами Татьяна Данильченко. И Сергей Рассахань. Сегодня 18 октября, и сегодня Всемирный день галстука. Сереж, где твой галстук? Я не взял с собой галстук, потому что галстук и борота – это перебор. Есть такая пословица или поговорка? Это мудрость, это мудрость такая есть. Мудрость. Ну вот, а что, с чем и как носить, об этом лучше говорить с профессионалами. А у нас в студии сегодня мега-профессионал своего дела, специалист по бантикам, платочкам, галстукам. Анна Сопова. Анна – персональный стилист. Здравствуйте, Анна. Анна у нас персональный стилист и также создатель собственного бренда одежды. Да, совершенно верно. Мне очень приятно сегодня быть с вами в студии. Нам это тоже очень-очень приятно. Ну что, Анна, вопрос на злобу дня. Вот про галстуки. Давай. Куда, как, какой и вообще куда уместно надеть галстук? Ну, на самом деле, галстук уже давно не только мужской аксессуар. Его легко уже используют и девушки, и женщины в своих гардеробах. Но что касаемо мужского гардероба, то галстук, конечно же, дает нам такой значительный деловой налет. И в классических стилях он используется очень широко. Что касаемо его цвета, я бы рекомендовала выбирать всегда на один-два тона темнее, чем весь ваш образ. Темнее. Да, именно темнее. Ну, даже возьмем просто цвет рубашки. Далее, второй момент – это его ширина, либо форма. Да. Ширина галстука не должна превышать ширины лацканого вашего жакета, да, который вы надеваете. Ну, и, конечно же, последний, самый важный элемент – это его длина, да. Длина галстука должна заходить у нас на середину ремня, да, который находится у нас в мужских брюках. Это вот будет такая традиционная классическая вариация, ту, которую мы привыкли встречать в деловых образах наших мужчин. Помнишь, Сереж, раньше фильмы показывали, там смешные галстуки, широкие и короткие. Вот эти? Да, очень большой. Хорошо. Такой галстук можно сейчас надеть? Это будет стильно, круто или, ну, как элемент творчества, почему-то и нет, как элемент само выражения. А если галстук какого-нибудь кислотного цвета, нестандартный, желтый? Точно так же будет иметь творческий налет. Если у мужчины есть такая задача – показать себя как творческую личность, то, наоборот, я бы рекомендовала использовать как раз такие вариации. Очень здорово. Аня, у меня еще один вопрос. Дресс-код для работы. Как разбавить сухой деловой стиль? Чем его можно дополнить? Какими деталями? Что бы вы посоветовали? Ой, это очень актуальный вопрос, и на самом деле он очень интересный. На данный момент дресс-код у нас гораздо уже расслабленнее, чем был раньше, да? Теперь мы на работу ходим в стиле смарт-кэжуал. Он позволяет нам очень много экспериментов. Во-первых, с чего стоит начать? Попробуйте разные вариации цветов. Не уходите только в насыщенный серый оттенок, черный или темно-синий. Возьмите чуть более светлый, голубой, стальной цвет. И даже используя эти цвета в вашем гардеробе, например, в костюме, как стилеобразующая вещь для дресс-кода, так или иначе, будет уже смотреться интереснее. Добавьте аксессуаров, какие-то украшения минималистичные даже тоже будут добавлять интереса. Анечка, а вот сейчас мы все чаще отказываемся от красоты, как бы это странно ни звучало, в пользу комфорта. И допустимо ли в деловом стиле носить кроссовки? Платье плюс кроссовки. Это стильно или нет? На самом деле я тоже поддержу эту тенденцию и говорю, что комфорт уже давно встал на первом месте. Причем и у мужчин, и у женщин в гардеробе однозначно. Что касаемо спортшика, который у нас возникает, когда мы добавляем в наш деловой образ и надеваем кроссовки. Например, мы используем костюм брючный, либо платье, может быть даже платье-футляр, и добавляем плоский ход, такой спортивный, динамичный в виде кроссовок или кет. И как раз появляется стиль спортшик. Это тот единственный стиль, который пришел к нам с улиц, можно сказать. Это та ситуация, когда нам не мировые трендсеттеры диктуют стиль, а когда наоборот люди... Жизнь какую-то диктует. Я очень люблю это. Как это называется? Спортшик? Спортшик, да. Я теперь знаю, что мой стиль это спортшик. Ну вот, предположим, неделя закончилась рабочая, и наступают выходные, приближаются выходные, пятница. Все мы ждем пятницы. Есть такое понятие пятничный дресс-код. Что это такое и чем он отличается от понедельничного? Да. Но в пятницу все выбирают чуть более расслабленные вариации, чем использовали всю неделю. Анечка, мы должны ненадолго прерваться, и совсем скоро мы продолжим говорить о моде и адрес-коде. Гороскоп Здравствуйте, дорогие друзья! 18 октября, 12 лунные сутки. День милости и сострадания, включения энергии и любви. Один из редких дней, когда молитва имеет невероятную силу. Мудрость сильнее ума и чувств. Очень полезно в 12 лунные сутки подавать милостыню, если просят дарить подарки. Тот, кто в этот день не будет милостив, сам останется без милости. 18 октября благоприятен для проявления заботы и сострадания, написания музыки и стихов, повышенной чувствительности к поэзии. Благоприятен для романтики, когда самое важное – это состояние влюбленности, а не сам объект. В этот день, если вы поработаете со своими установками, результат не заставит долго ждать. 18 октября противопоказано детализации, анализ, планирование, любая интеллектуальная деятельность – день неудачи для торговли. А я желаю вам жить в гармонии с планетарной энергией. В Алтайском крае регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано 28,5 тысяч случаев. Превышение порога наблюдается среди взрослого населения детей до 2 лет и от 7 до 14 лет. Случаев гриппа не зарегистрировано. Правительство Алтайского края и компания «Газпромнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей. Компания уже поставляет в наш край продукцию, за счет этого в регионе действует сеть заправок. Обеспечиваются топливом самолеты в аэропорту Барнаула. В медицинские организации края поступила партия препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Компания уже привезли 5700 упаковок у мифенавира. Планируется еще 40 тысяч. Также прошла поставка парацетамола, 12 тысяч упаковок и 2300 упаковок мази-виферон. В Алтайском крае наградили подростков за проявленное мужество. 15-летний Матвей Лемб и 14-летний Артем Титов из Смоленского района спасли из воды шестерых человек во время отдыха на реке Песчаной. В ней тонули пять детей и пожилая женщина. За храбрость подростки получат медали. Стартовала всероссийская перепись населения. Ее можно пройти онлайн на госуслугах в разделе «Перепись». Заполнение электронного листа займет в среднем 20 минут. Сделать это можно с компьютера, планшета или телефона. В Барнаульском поселке Южный продолжают благоустраивать зеленую зону. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на объекте установили опоры освещения и провели электричество. Также уже подключили к системе «Безопасный город» камеры видеонаблюдения. Завершить благоустройство планируют к 20 декабря. Алтайский врач-стоматолог-ортопед Сергей Ли запатентовал пояс для лечения храпы и обструктивного опно и сна. Он крепится к торсу человека и фиксирует за спиной специальное средство в виде геометрической фигуры. Она предотвращает переворот на спину во время сна. Доброе новое утро! А мы продолжаем разговор со специалистом, со стилистом Анной Соповой. Анечка, остановились мы на вопросе, что такое пятничный дресс-код и чем он отличается от обычной недели? Пятничный дресс-код чуть более расслабленный, чем дресс-код среди недели, с понедельника по четверг. Его мы выбираем для того, чтобы после завершения рабочей недели отправиться куда-нибудь на вечеринку. Это, конечно, крайняя вариация. Но так или иначе, мы хотим уже чувствовать чуть более себя расслабленно. Чтобы, если была какая-то возможность, то сразу же слинять, не делая этих лишних движений, не заходя домой. Абсолютно! Девушкам я бы порекомендовала в этот день выбрать, например, платье. Они легко смогут сменить плоский ход, добавить туфли и отправиться на какое-то мероприятие. Зажигать на вечеринке. Допустим, допустим. Девочки в платье, они всегда красиво выглядят. Однозначно! Мужчинам можно заменить просто брюки на джинсы. Это уже будет тоже чуть более расслабленный вариант. Но при этом они останутся внутри смарт-кажуал. Понятно. Анечка, вот не всегда удается соблюдать, выдержать все, скажем, правила. А как научиться одеваться со вкусом? Чтобы ты не открывал цвечку? И можно ли этому научиться, допустим, уходить от других людей, там подсмотреть? Да, да, да. Можно ли выбрать какую-то знаменитость и просто подглядывать, что надеть? Пока вы задавали вопрос, несколько раз прозвучало. Подсмотреть, где-то увидеть. Да, действительно, есть такое понятие тренировка насмотренности. Когда мы выбираем для себя подходящих инфлюенсеров и наблюдаем за ними некоторое время. На самом деле, очень хитро работает наш мозг. Мы эти образы копируем, можно сказать, складываем к себе в копилочку. И потом на шопинге, видя что-то похожее очень, нам срабатывает подсказка. Попробуй, ты где-то это уже видела. И мы начинаем это примерять. И действительно, из этого получаются классные образы. Я хотел у вас, Анна, спросить, а сколько цветов можно комбинировать в одном образе? Самое лаконичное сочетание, это будет 2-3 цвета. Но если вы чувствуете, что вы натренировались, вы можете идти уже чуточку дальше. Использовать в своем образе 3-4 цвета. Есть такое понимание контрастов в образе. И если вы хотите чуть более осторожно работать в своих образах, вы можете выбирать низкоконтрастные образы. Так называемые монохромные образы. Это когда мы используем в своем образе растяжку одного цвета. Например, за основу вашего образа идет беж, либо серый. И вы используете 5 оттенков серого в своем образе. Десят. Но если у вас получится, почему бы и нет. Растяжка идет от более светлого оттенка к более темному вниз. А растяжка это что такое? От светлого к темному. Это сверху вниз, да? Да, растяжка это размывка. Ну, Сереж, растяжка, понимаешь? Ну, девочки, я просто чуть-чуть интересную. А невозможно создать стильный образ полностью из одного цвета? Это будет скучно? Вот как раз это и будет. Монохром смотрится очень шикарно. Причем, что визуально вытягивает. Это классно сбалансирует любую фигуру и добавит немножко роста. Ну, здорово, просто замечательно. А у меня еще такой насущный вопрос. Сейчас модно говорить о защите животных. Мы отказываемся от натурального меха в пользу искусственного. И такие шубки-чебурашки. Ань, вы считаете это стильно? И если да, то какую можно приобрести, чтобы она была актуальна не один сезон? Цвет, фасон может быть в этом сезоне актуальны особенно. Что касаемо актуальности, действительно, это уже несколько лет набирает свои обороты. И эко-мех, эко-кожа, да, все, что у нас заменяет натуральное, можно сказать, становится еще более популярным. Что касаемо именно шуб, да, использование эко-меха тоже в этом сезоне на пике популярности. Единственная особенность, которая у нас возникает в этом сезоне, что мех стал чуточку длиннее, да. И если вы будете выбирать либо короткий ворс, либо длинный, выберите длинный, да. Длинный. Он будет просто невероятно популярен. Будем на пике. Это очень хорошо, я себе подберу что-нибудь с длинным ворсом. И вот как вы считываете, что, о да, у этого человека классный вкус? Ну, во-первых, есть три составляющие любого образа. Во-первых, это цвет, да. Мы смотрим, насколько правильно и точно подобраны оттенки. Конечно, могут быть специально, да, допущены ошибки, контраст температур, можно сказать, да. Но это должно смотреться очень вкусно. Второй момент — это сочетание фактур. Если образ смотрится пресно, обратите внимание, проверьте его на фактуры, да. Они должны быть контрастные друг к другу. Жесткие фактуры, например, как эко-кожи, да, какой-то структурированный жакет, это более жесткая фактура, должна сочетаться с чем-то более льющимся, мягким, трикотаж, шелк, да. И вот это сочетание фактур будет и давать интерес вашему образу. И третья составляющая — это стили. Все-таки в каждом стиле есть определенные правила. Конечно, можно тоже их нарушать, можно делать это специально, но здесь должно быть уже больше понимания. Аня, спасибо вам большое за ваши советы. Мы будем ждать вас вновь в гости. Да. Будем вместе с вами развивать хороший вкус. Да, я буду учиться потихонечку у вас. Спасибо вам. Основной студии была Анна Сопова, персональный стилист и создатель собственного бренда одежды. Спасибо вам большое. Браво. Виртуальный концертный зал появился в Аллейской детской школе искусств. Для него закуплено мультимедийное оборудование и проведен высокоскоростной интернет. Стоимость работ — 1 миллион рублей по нацпроекту «Культура». Теперь учащиеся школы могут из Аллейска смотреть концерты музыкантов на другом конце страны. При этом качество изображения и звука будет такое, будто дети находятся прямо в зрительном зале. Перепись населения началась в России. Переписчики будут ходить по домам жителей страны до 14 ноября. Они соберут информацию о численности населения и условиях жизни граждан. У переписчика при себе специальное удостоверение, шарф, жилет, сумка с символикой события и планшет. Также в этом году можно стать участником переписи онлайн на сайте Госуслуги. 600 деревьев и кустарников высадят в Барнаульском поселке Южный. Для их размещения выбрана зеленая зона от улицы Герцена 6 до Куйбышева и улицы Куйбышева до улицы Белинского. Там уже установлены опоры освещения, 50 скамеек и декоративные композиции из камней по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общая стоимость благоустройства аллеи – около 100 миллионов рублей. Хорошими новостями поделились жители и гости краевой столицы. Сейчас я устроился в одной из лучших кофейного города, мечтал работать бариста, и вот эта мечта осуществилась. Я работаю здесь, радую людей, готовлю вкусный кофе. Поступила в хороший вуз, у меня появилась очень хорошая компания, и новый город – это всегда новые эмоции. В октябре 1914 года барнаульскому исправнику по телеграфу сообщили. В городе торговля винами запрещена. Чтобы избавить рестораторов от возможных убытков, разрешалось распродать запас напитков. В октябре 1914 года газета «Жизнь Алтая» пишет. Нам жалуются, что бадии во многих барнаульских колодцах оборваны. Приходящие за водой женщины привязывают к веревкам свои ведра, а это негигиенично. К тому же процесс очень долгий. У колодца образуется очередь. 18 октября 2018 года делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Доменко приняла участие в первом форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Предприятия Алтайского края представили коллективный стенд на выставке «Сельское хозяйство» как основа развития взаимодействия регионов России и Узбекистана. Нежность 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 У брата Мама тебя успокаивает, и она тебя успокаивает, и ты перестаешь плакать, и тебе все становится лучше, лучше и лучше. Я бываю нежная, когда я радуюсь, и когда я счастливая. Нежный цветок, нежная шапка. Гладят Обнимают Любят Нежность Это когда к тебе хорошо обращаются Нежность Это когда человека любят Нежность Это когда милый А нежность Это когда что-то приятное такое Ну, это когда руки нежные такие, мягкие, это нежно Нежность Доброе новое утро! Здравствуйте! Новое утро начинает с вами Татьяна Данильченко и Сергей Рассахань. Сегодня понедельник, 18 октября День богат на празднике, и Сереж, давай мы с тобой сыграем в ассоциации Давай, с удовольствием Я говорю три слова, а ты должен угадать знаменитого именинника, который родился именно сегодня, 18 октября Хорошо, давай попробуем Ну так, смотрим Шпагат Пресс И кикбоксер Кость Адзю Ну, думай, голова Голливудский актер Так, кикбоксер и актер одновременно Кровавый спорт Ну, накидывай что-нибудь Нет, вообще вариантов нет Подсказка Жан Клод Ван Дам Это действительно правильный ответ Жан-Клод Ван Дам Второй будет посложнее Давай, давай Участок Белый Есенин Ну, Таня, за кого ты меня держишь? Это очень легко было на самом деле Ну? Это Сергей Витальевич Безруков Ну, правильно Поздравишь тезку Почему бы и нет, Таня? Уважаемый Сергей Витальевич, поздравляю вас с вашим днем рождения Продолжайте радовать нас своими ролями и проектами А может быть что-нибудь процитируешь? Я тогда хочу из фильма про Есенина, можно? Отлично, мы же этого и ждали Эх, вы живете промеж себя волками Помочь друг дружке не можете Только и знаете чужое добро по своим норам растаскивать Так и будете весь свой век хапать Мое, мое, себе, себе Правильно про вас Некрасов сказал Варвары вы не создавать Разрушать мастера Я Россию воспеваю Сережа Да? Посмотри на меня, посмотри Ты видишь, у меня подкатила патриотическая слеза Это очень-очень правильно Ну что ж, с днем рождения, наши знаменитые именинники Но также мы хотим поздравить всех-всех, кто родился в этот день С днем рождения, наши дорогие именинники Счастья вам и радости И здоровья И радости Гороскоп Здравствуйте, дорогие друзья 18 октября, 12 лунные сутки День милости и сострадания Включение энергии и любви Один из редких дней, когда молитва имеет невероятную силу Мудрость сильнее ума и чувств Очень полезно в 12 лунные сутки подавать милостыню Если просят дарить подарки Тот, кто в этот день не будет милостив, сам останется без милости 18 октября благоприятен для проявления заботы и сострадания Написания музыки и стихов Повышенная чувствительность к поэзии Благоприятен для романтики, когда самое важное Это состояние влюбленности, а не сам объект В этот день, если вы поработаете со своими установками Результат не заставит долго ждать 18 октября противопоказана детализация Анализ, планирование, любая интеллектуальная деятельность День неудачи для торговли А я желаю вам жить в гармонии с планетарной энергией Белград Один из древнейших городов Европы Как в любом древнем городе здесь должна быть своя крепость Таковая здесь имеется Называется она Каламикдан Белград за всю свою историю был уничтожен 38 раз Стало быть и крепость этой за всю ее историю тоже досталась немало И все что мы видим это скорее восстановленное уже, чем первозданное Но тем не менее это представляет большую историческую ценность Это правда Налаживаем, налаживаем международные связи Привет, I'm from Russia And where are you from? Turkey, Istanbul Turkey, Istanbul? Hello! And where are you from? I'm from China China? Нихал Нихал Слушай, про Китай мы тоже немного знаем Я в Китае не был Не был в Китае Не был Не был Не был Я не был в Китае никогда Вы были у нас Не был Не был Вы были в России Приезжайте к нам в Россию, мы вас приглашаем Будем ловить рыбу Он сказал, что он пригласил тебя В Россию Китай и Россия тоже дружба Кстати говоря, слушай, когда плохо знаешь язык, да, турецкий я вообще не знаю Надо искать, нужно искать хотя бы какие-то связи, смотри Таркан, да? А, пройду басой, да, а по звездам, Филипп Киркоров Вот, вот видите, не существует барьеров Музыка это мировой язык Глобал Да, глобал Любите, говорите, русскую литературу? А как насчет того, что забил снаряд я в пушку туго И думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью Чувствуется, здесь во всем чувствуется, что стране досталось, понимаешь, в свое время Потому что какой-то милитаризованный фон, он присутствует до сих пор Хотя сейчас уже мирное время И это все экспонаты, которые просто свидетельствуют о том, что когда-то было страшно О, бурно, очень бурно Мне кажется, в этом музее стоит побывать любому фанату игры World of Tanks Потому что вот они, экспонатики-то Доброе утро, друзья А мы продолжаем встречать утро новой недели И сегодня 18 октября Сереж, сегодня Всемирный день конфет Ай, бесспорно, это любимая сладость всех без исключения Ведь она со вкусом детства Сереж, а ты знаешь, что в Подмосковье есть город Озеры И там стоит памятник самой знаменитой конфетке «Коровка» «Коровка»? Да Я знаю и про другой памятник Таня, вот смотри, сможешь ты повторить за мной Моцарт Кугель Моцарт Кугель Моцарт Кугель Моцарт Кугель, я думаю Звучит как заклинание Гарри Поттера Или как скороговорка Венгардиум Левиоса Вот это заклинание из Гарри Поттера А если серьезно, то Моцарт Кугель Это название конфеты со вкусом марципана Боже, да чего сладко это звучит А названы они в честь великого модея Моцарта Памятник этой конфете Находится в Зальцбурге И представляет собой Огромную золотую конфету В форме шара На которой, как победитель, стоит крошечный человек Создатель этих конфет Пауль Фюрст Это очень интересный арт-объект Да и конфеты наверняка вкусные Но Зальцбург Это так далеко, Сереж А вот до нашей кондитерской фабрики Да рукой подать И конфеты у них не хуже, чем австрийские Согласен Дорогие друзья Давайте поддерживать наших алтайских производителей Лопайте конфеты Дарите их друг другу Ведь это так приятно Дарить подарки А самое главное, Таня Это вкусно Ну, конечно, вкусно Не переключайтесь Домашний торт Тирамису Нам понадобятся Для бисквита Яйцо куриное Сахар Мука Крахмал кукурузный Для пропитки Кофе молотый И сливки Для первого крема Маскарпоне Сливки 33% И сахарная мука Для второго крема Сыр творожный Масло сливочное Сахарная пудра И кондитерская посыпка Для бисквита Отдельно вбить белки И желтки с сахаром Аккуратно смешать с мукой И кукурузным крахмалом Выпекать в духовке При температуре 180 градусов В 15-20 минут Для пропитки Смешать сваренный кофе Со сливками Или молоком Взбить 33% сливки Смешать с сыром Маскарпоне И с сахарной пудрой Творожный сыр Смешать до однородной массы Со сливочным маслом И с сахарной пудрой Остывшие коржи Пропитать кофейной пропиткой И смазать кремом На основе маскарпоне Внешнюю сторону торта Украсить кремом На основе творожного сыра И посыпать Кондитерской посыпкой Приятного аппетита! Даже городские жители В Барнауле В таких русских избах Вставали рано Но и спать ложились рано Как стемнеет Так сразу пора На теплую печку Мы заканчиваем Наш день в русской избе Ужином С калачами Прямо из печи Можно пробовать, да? Валентина Ивановна А почему они Такой странной формы? Я думала, что калач Должен быть круглым А у нас скорее Похоже на Сумочку Ну вот эти калачи Идут с ручкой И были вот Наплечные еще Налокотные калачи Ну вот это в частности Такой маленький калач И получается Вот когда съедал Человек Мякоть А вот эта вот штука Которая в руке Оставалась Ее уложили Значит Где вот хранились Допустим В церкви Корзина была А потому что рука Грязная была И она маралась Рука грязная И поэтому оставляли калачи Ну когда человек Вот просто в быту Простой человек Доходил до такого состояния Что у него не на что было Купить поесть Он подходил к этой корзине И брал эту ручку И говорили Вот ты дошел до ручки Вот до этой ручки То есть вот эта пословица Дошел до ручки Она вот такое может иметь Объяснение Что дошел до ручки Это до ручки От калача Ребят Представляете И если человек Такое вот ел Значит действительно Дела плохи Всем привет И приятного отдыха В Краеведческом музее На Ползунова 39 Работает выставка Золото Донских степей Жители региона Смогут увидеть Более 500 экспонатов Которые когда-то Были предметами Обихода южных Кочевых племен Скифов Кемерийцев Сарматов Среди наиболее Интересных предметов Такие исторические редкости Как детали Кемерийской Конской Упрежи Скифские мечи Акинаки Золотые ювелирные Украшения Кроме того Можно будет увидеть Точную гальвонокопию Металлических деталей Убранства Костюма Скифского царя Мужской вокальный Ансамбль Алтайской филармонии Завтра вечером Устроит концерт В честь Месячника пожилого Человека Начало концерта В 6.30 Среди киноновинок Американский мультик Семейка Адамс Горящий тур Мартиша Гомес Уэнсдей Пиксгли И конечно Дядя Фестер Загружаются в семейный Походный Катафалк Чтобы отправиться Навстречу Новым приключениям И чудаковатым Друзьям От которых У нормальных людей Волосы Встают дыбом В ДК Барнаула На Антона Петрова Завтра веселый спектакль Марафон Его разыграют Бывшие КВНщики Татьяна Торофеева Мария Скорницкая И Олег Верещагин Которые играют Уборщицу Зою Начало спектакля В 7.00 Барнаульский планетарий В рамках Месячника пожилого Человека Приглашает Пока еще По старому адресу На бесплатные Сеансы пенсионеров И ветеранов В программе Время космических Свершений Расскажут О первых шагах Человека в космос Также в акции Участвует Документальный фильм Поэзии О творчестве поэтов Серебряного века Их шестидесятников На этом пока все Доброе утро Здравствуйте Новое утро Начинает с вами Татьяна Данильченко И Сергей Рассахань На календаре Понедельник 18 октября По народному календарю 18 октября День Харитины В старину Говорили Харитина Вечная ткачиха Харитины Первые холстины С этой даты Женщины садились За ткацкие станки И приступали К тканью холстов А еще В этот день Начинали катать шерсть На валенке Валенки? Да Ну что ты сказала Валенки? Ну ты же знаешь, Таня Ну я же Очень люблю эту песню Ты не это, Сережа Валенки Валенки Хорошего дня Дорогие друзья И пусть он будет Таким же задорным Как песня Сергея Да прекращайся Лежат Они подшиты Стареньки Остановись Валенки Валенки Я уже попрощалась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok